Доброе утро! Ой как мы вместе! Дружный народ! Синхронно называется! Синхронно! В два голоса! Завтрак у нас это называется Бутербродные дела у Сергея У нас вот в чем Макаранье Мы чуть-чуть поедим и хотим угостить животных Они любят макароны, но мы очень редко их даем Иногда разочек можно Они им нравятся как лакомство Макарошки Елена еще яйцо съест А я погрызть один кость Кстати, Сергей вчера ел тоже кости И сказал, что мясо очень вкусное Мясо очень вкусное Но я их долго тушила и очень даже Интересно и вкусно получается Да, да, офигенное мясо Сегодня без вариантов Обязательно нужно сажать картошку Поэтому мы завтракаем Потихонечку собираемся Если дождь не пойдет Вероятность вечером дождя Нам написали Вы купили картошки немного Там у вас уйдет максимум пол часа На посадку этой картошки Так какие будут? 15 минут Ящик картошки А я считаю, что 10 Я думаю, что 5 А я думаю, что 3 А я думаю, что пальцем щелкнул и она посолилась Может это Так, все Шутки шутками, но серьезно надо собираться Поэтому завтракаем Да сейчас поедем Конечно поедем И вперед Даже если пойдет дождь, да, Альмака Будем собирать картошку Ты будешь помогать Она будет бегать Да? Хвостом вилять, помогать Закапывать Бесить молота Молота Что за малой бешеный там?! Я сказала беспорщик Молот, молоть молота Да, а я вспоминаю, бесить молого Что за малойники Молом бесить Костико может Ну Костико замесить Ты я шучу Я бы хотела сказать Местить молотом Вот это я загнула Это у меня губы завернулись как-то слева Да прикольно получилось Лена, не ржи! Так, все, давайте кушать, мне нужна заправка Все, ребятки, едем на деревню С нами Сапанака Она попросилась Мы не рассчитывали ее сегодня брать Потому что у нас день сегодня такой загруженный Чтобы на животных не отвлекаться Думали оставить Но она сама попросилась Принесла поводок и сказала Бери, возьми меня Вот так вот, говорит Мать, возьми меня И мы ее взяли Вот, что, начинаем с погоды Да, мы всегда Едем, едем Погода у нас в южных областях Украины А в частности Николаевская область Переменная облачность Без осадков Вечером возможен небольшой дождь Вероятность осадков 55% Короче, по прогнозу возможен Ну, будем надеяться, что не будет Ну, вот такое вот небо Что говорить, надо показать Лучше один раз увидеть Да, да, посмотрим Ребята, вместе с вами Что сегодня будет Мы сегодня 100% сажаем картошку Откладывать уже нельзя Уже надо Писали в комментариях Юля, а что ж вы не взяли Хоть немножко Надо было взять Вот той вот, что мужчина вам предлагал И говорил, вернее Ой, запрыгнула С 40-дневной С 40-дневной Прыгай назад Теперь надо ее туда Подожди Запихнуть А чуть-чуть упала Нельзя Наглеет, ребята Наспитываем Короче Что вы не взяли Не тот случай Когда картошку так бросают Аккуратно В ямочку Да, в луночку Здесь уже Слишком длинные ростки Они могут просто Обломиться Обломаться Поэтому это А, короче Вчера На днях я на ОЛХ Что-то лазила Листала объявления Когда мы вот уговорили Что-то думали За эту беседку Ребята Еще раз напоминаю Если мы говорим А что-то планируем На Виню То это Мы планируем Это не обязательно Что мы возьмем Вот прям сейчас Да Вот Мы прикидываем Монтаж нужен Естественно То есть сказал Обрезал А, да Беседка появилась Ой, корова Как в кино Ну да Короче И что-то поговорили Я думаю Зайду посмотрю Сколько же стоят Готовые беседки Да Ну какие-то там Железные, деревянные Неважно Хоть посмотреть Не нашла У нас в Южноукраинске Объявление Короче Там есть у них Качеля Ну вот типа Железная Сваренная И Ну поняли Которая вкапывается Качеля такая Но она такая Величенькая Трехместная По-любому она И И беседка есть Она по средним фото Такая она Круглая Красивая Железная То есть В середине стол И по кругу Идет лавочка Поняли, да Крыша такая Как зонтикообразная Ну небольшая Дерево Деревянная Железная Беседка С деревянными Лампочками Лампочками Все Заговорилась С деревянными Лампочками Качеля 15 тысяч Беседка 35 Я сказала Спасибо Нифига себе Ну дофига Видишь Так эта маленькая Небольшая Беседка Ну а что Там нет Телефона Альма Материалы Дорогие Плюс Работа Дорогая Короче 35 тысяч Это Больше Тысячи долларов Ребята Прикинь Ну я хотя бы Узнала Просто интересно Было Вот цены Короче Посадим картошку И Как и говорилось Занимаемся мы Печью А про печь И вопросы Сейчас проступают Что у меня Сегодня С головой Проступают Мне аж страшно Я утро так начала Как я утро Сказала Да Перепутала буквы Это у меня Наверное Смотри Гусак какой Иди Иди сюда А он ушел Из дома Да Он просто Сам по себе Свой собственный Походу День Какой-то Такой Словесного Путаницы Какой Да бывает Бывает Все бывают Потому что Легли опять Утром Вот и Нормально Мост не может Сообразить Вот И Насчет печки Много вопросов Поступило Непоняток На канале Цены нет Заходите Смотрите За печку Узнаете Что вы Не знаете Все Мы на месте Ребята Вон Встречают Встречалкины Привет Жук Привет А сейчас Встретишься Господи Сабадашки Подожди Мама Откроет Все Открыла Заходим Привет 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 Эй Что ты делаешь Прибаться Мне Зачем Он тебе Зачем Ну что ты Неуравновешенная О боже Не знаю Ахахах Ахахах Хочет Она Его Достать Так Проходим Смотри Ребятки, собрали садить картошку, дождь идет, мы ждем, пока закончится. Пока дождь идет, мы будем петь. Сама не знаю почему, а ты мне нравишься, и понимаю, что сама я не красавица, но сердце стучит, но сердце зовет. У нас ни будущего нет, пока ни прошлого, но ты увидишь и поймешь, что я хорошая. Сама себе вчера гадала на ладошки я, и сердце рвалось, рвалось из груди. Тук-тук-тук, стучит сердечко, тук-тук-тук, стучит и клащет, тук-тук-тук, зовет тебя любя. И в днем и ночи тук-тук-тук, ну где ж ты, вроде ж милый друг, я так устала от разлук, что кругом голова. Я верю в яркую любовь и то, что встретимся, не знаю, где, когда и как, но точно встретимся. Тук-тук-тук, стучит сердечко, тук-тук-тук, стучит и клащет, тук-тук-тук, зовет тебя любя. И в днем и ночи тук-тук-тук, ну где ж ты, вроде ж милый друг, я так устала от разлук, что кругом голова. Тук-тук-тук-тук, тук-тук-тук, прикольная песня, да? Мы что недавно просматривали, бывают в ютубе какие-то клипы старые, еще что-то. У Сердюшки такие классные клипы, да? Такие как фильм какой-то, мама там, посмотрите, клип классный, он приколит. Кто ел устрицы? Я сказала, кто ел устрицы? Я, мама такая. Устрицы ела я. Для вас, мама, мне ничего не жалко, а потом двухкомнатная квартира. Ну прикольная такая, вообще классная. Так, мы же ж люди, я думала, ты машешь кому-то, думаешь, кто-то пришел, думаю, может там... Нема дожди. Сердюшки такой, вот, и руку так вверх дождь проживает, а я думала, может там люди стоят, слышу, я подпугалась. Сейчас бы хуя там в соседях стоят. Ну этот самый. Дождь проблема в чем, что мы же идем на огород с камерами, а дождь и камеры это вещи несовместимые. Жалко камеры, дорого они стоят, чтобы их под дождем мочить. Угу, прикинь, так и до вечера прождали, и картошку не... Мне надо сегодня сажать вообще. Нет, сажать надо. Значит, мы поставим зонт и подним камеры. Что-то придумаем, ребята. Ребята, смотрите, это вот жук цепью камни будоражит здесь. Пока временно пытаемся сделать такую фигню, блин. Но прикол в том, что а тут пока мы будем, наверное, падать. Будем падать, аааа. Ну пока временно. Раз упадем, будем уже знать, что здесь надо поднимать ноги. Дождь идет. Ага, тут не поднимешь. Надо сюда ближе его двигать, наверное. А зачем? Посмотри. А, ну все, уже лучше. Уже лучше. Потому что, смотри, я тут все подлетала, ничего этого не было. А теперь камни. Ну попробуем, посмотрим, как так будет. Чтобы она лучше его взяла, эта штука. Пока так. Кирпичики, надо тут все камни позавитать. Блин, не кончается дождь, камера уже мокрая. Если, не дай бог, капля попадет, будет капец. Да, Костян? Что ты тут сидишь? Греется. По-сухому. Вот шерсть у него лезет новая, вырастает. В комментариях пишут, что с ним, что с ним. Вот новая растет. Она растет у него шерсть, нормально. И будешь нормальный кот. Красивый и хороший. Походу, ребята, дождь затяжной. Мамка подмела здесь. Давай вынесу. Параной, подойди, я еще туда садину, наверное, вот это вот. Видишь, все, лечится. Накинулись, только что у нас друг друга подрались, блин. Собаки, меня аж колбасит, я не знаю, что делать, блин. Ну, Альма сама начала, а жук защищался. Понятно, блин, какого черта она, что она, блин, так агрессивно не ожидала, блин. У нас она во дворе ни крана собак не бросалась, не было такого, да? Ну да. Почему именно здесь, что, или ревность так срабатывает? Накинулась на лобешне, вон там у нее царапина. Небольшая. Жук в ответку, блин, начал. Капец. Ага. А они ж не слышат, кричишь, их останавливаешь. Ну да, они уже дерутся им. А они уже дерутся, у них... Уже не до криков. Да, жук? Жук обиделся, глядей, что на него наругалась. Альма под ним, понимаешь, вот так вот клубок крутится, альма под ним, а он же сверху. Мне пришлось ударить, ему по это, сзади, по крупе. У меня в руках автоматически сработал. У меня в руках это, ну, метлан было, я метлой. Он обиделся. Ну, и он хотя бы отошел, блин. Понятно, что он защищался. Ну, у меня выхода не было. Как разнять их было? Ой, капец. Да ничего страшного, царапина маленькая. Ну, только это мы разняли, папка, а если бы не разняли? Если бы не разняли, дал бы побольше, да? Может, короче, надо этот самый, кому-то из них делать вольер. Какой-то. Ну, вон один есть свинарник. Она расстроилась. И что, она там под дождем вон стоит. Там есть куда зайти, открыта дверь, без дождя, посидеть. Ну, у нас не зайдет. Ну, думаю, может быть, какое-то это... Они только сегодня, кстати, в комментариях писали. Юля говорит, а что вы не уберете вот это, вот если вам убрать все решетки, вот это вот, у вас была бы гораздо шире территория, да? Ну, я согласна, если бы вот этого не было, да? Было бы, да, пространства больше, прикольное. Ну, вот сейчас вот я и подумываю, а может, наоборот, нормальную все-таки сделать, да там будет... Ну, он и стопчет, конечно, цветы все, если там вольер для него будет. Ну, да. Это, конечно, всем растительность, вот хана придет. А здесь нельзя, потому что здесь все поросшее. Ну, это самое. Кстати, смотри, как бурьян вырастает. Я только недавно, ребята, сколько, полторы недели назад малину очищала, а уже как позарастало все. Офигеть. Вольер какой-то делать. Вот здесь можно сделать. Ну, здравствуй, тут малина. Тут малина, тут нет, тут вода у нас, малина, тут неудобно. Ну, да, здесь цветы жалко. Да вообще, что у нас вольеров не машили? Нет, я хотела, нет, подожди, если жуков вольер, то он должен быть возле ворот, чтобы он же своей миссией исполнялся, кто-то пришел гавкать должен. Поэтому... Ты должен гавкать жук? Да, должен. Должен. Ты же сабанак, охранник, да? Если вот так вот, вот это разрушить бордюр, сетку убрать, и вот здесь наоборот, сетку мы тут вот так вот, туда берем. Не получится вот такой вот вольер. Он маленький, он на цепи больше бегает. Я вообще не знаю, почему они, так я от Альмы не ожидала, у меня, я так расстроена, такой осадок у меня, капец просто. Альма, что за фигня? Ты чего гавкаешь на сабанака жука? Вон, на лбу у него, видишь, красная. Сейчас я покажу. На лобешне, царапина, часов, вроде не было этого, не было красного. От укусов, ну-ка, дай-ка мне. Альма, не за все расцепила, малюха. Может, еще где я не разглядела бы, капец. Ой, ее ласы цепляют покруче, ничего страшного. Да, понятно. Дождь идет, вот что, блин, плохо. Да. Моросит, уже там и земля мокрая на огороде, да? Да, походу, сегодня у нас... Не получилось опять с картошкой. Что такое? Что, Зуб? Я ж не специально. Я ж не специально. Она ж тебя, наверное, кусала. Она тебя, наверное, больше покусала, чем ты ее, да? Да. Она ей хватала не раз. Выдирала клок шерсти. Да. Они вроде бегают, играют. Он пробегает, но мимо нее она, ну, играючи срывает клок шерсти. А кому это понравится, когда шерсть с него кулаками сдирают, да, Жук? Да. Что, тебя покусали немножко, что ли, да? Мамечка. Подкоп сейчас хочет делать. Подкоп. Можно говорить, что ли, пап? Угу. Заживет. Ребята, что вы посоветуйте в комментариях напишите? Сделать вольер Жуку? Да. Или что? Только надо где-то здесь, чтобы он видел, ну, ворот. Он на цепи сидит. Зачем вам вольера? Он на цепи сидит, а сама к нему подошла, блин. Ну и что теперь? Не подходи, да, Жук? Значит, Альми вольер. Вон, есть он. Его просто вычистить, оборудовать. Ну, что маленький, нормальный вольер. Маленький, да? Конечно. Слышу, она будет сутками сидеть в вольере. Пока не поумнеет. Я сомневаюсь, что она поумнеет. Она подкопает по бетону. Ой, сабанаки, сабанаки. Ну что, ребята, все, вроде успокоилась. Альма закрыта, он пищит. Потом, я не знаю, придумаем какую-то ей потом будку. Короче, надо заниматься... Вправо, папка, попробуй. Да, о, так лучше. Этот. Заниматься будем картошкой. Вроде небо вон посветлело, поэтому мы сейчас берем лопаты. Давай две лопаты. Может, мы так вдвоем потом побросаем и быстрее сделаем. На всякий случай две возьми, а там посмотрим, как пойдет. А вторая там в летней кухне сейчас я возьму. И картошку цепляем. Давай. Так, не трогай. Хорош. Не надо его трогать. Костик хороший. Пойдем, была не была, блин. Потому что у нас на завтра планы, ребята, съездить. Нужно же еще на кладбище. Там полубирать и так далее. Ой. Опа. Тихо стоять. Так, все, больше нам ничего не надо. И эти. А ты в перчатках? Угу. И мамочки перчатки тоже возьмем. Я надеюсь, там дождь не сильно намочил. Ну, нам не страшно. У нас бахилы хорошие. Жук, это картошка. Не трогай. Смотрите, как она. Ребята, попрорастала. Видите? Какие ростки. Нельзя. Нельзя, Жук. Это картошка. Что ты там занюхал? Ты все там занюхал? Да. Занюхала сабанашка. Опа. Сабанашка. А по виду не скажешь, что тут 10 килограмм, да? Ну. Опа. Может, он обманул нас? Да, ну. Я не думаю. Каждый же продавец понимает, что мы можем перевесить. Такие приезжаем, она меньше весит. Он такой, так она усохла, конечно. Вы что, не знали, что у картошки есть такое свойство? И все. Ой, как у нас лук вырос, папка. Поднялся так. Ой, тяжелые лопаты. Что у нас бутылка какая-то валяется. Ой. Стой, стой, Юля. Ой. Опа. Нашли. Ой, у мамы там горох так. А, сейчас надо же открыть, да? Да. Мы ж так не пройдем. Там вон мешает. Да, это я делала. От жука. Опа. Туда идем мы. Прямо. Мы идем прямо. Сейчас решим. Я думаю, делаем второй, первый столб. До него доходим. И влево уходим. И влево. И поперли туда. Туда. Блин. У нас что-то там проросло. То ли свекла, то ли что-то торчит. О, у мамы что-то взошло. Это этот, по-моему. О, кстати. Давайте. Сейчас я покажу, чтобы мама... Вариантно. Что-то хочешь кинуть? Ага. Ой, не туда. На соседский огород. Да. Простите. Папка. Папка. Сейчас пойдем забирать. Этот. У мамы помидоры вон. Взошли. Помидорчики. Надо забрать, папка. А это не соседский огород оказался, да? Это наш. Там вон эта, проволока протянута. Это наш. А? Думал, на соседский. А, нет. Это наш. Так. У мамы помидоры зашли. Ну что, я думаю, вот от этого столба и вот так вот. Взюх. И пошли. И сюда, в эту сторону. Да? Да. А мы, видишь, сильно далеко. Ну тут горб просто. Вот отсюда прям можно начинать, да? Да. Вот смотри, где дорожка. А, ну да. Прям тут уже можно и начинать. Так, ребят, надо подвинуть. Нам половина в комментариях пишет, ребята, зачем сажать картошку, зачем с ней париться, блин, купить. А половина пишет, сажайте картошку. На-ра-на-ра-най. Вот так вот, ребятки, садится картофан. Посмотрим потом, какой будет урожай. То есть мы сейчас садим 10 килограмм. Потрачено 120 гривен. Посмотрим, что мы с этого получим. То же самое. Ха-ха-ха. Это сомер. Ура- Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok